Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим тему Германии во второй половине XIX – начале XX века. Рассматриваемые вопросы. Объединение Германии и провозглашение Германской империи. Государственный строй Германской империи. Экономическое развитие Германской империи. Внутренняя и внешняя политика. На протяжении длительного времени Германия значительно отставала в экономическом развитии от передовых стран Запада. Отмена в первой половине XIX века крепостного права в главных германских государствах открывала путь к капиталистическому развитию страны. Политическая и экономическая раздробленность Германии до конца 60-х годов XIX века тормозила рост производительных сил, мешала росту капитальных вложений в транспорт и промышленность. Объединение Германии во многом стало возможным благодаря экспансии самого сильного и наиболее процветающего немецкого государства – Пруссии. Пруссия, претендуя на объединительную роль, уповала исключительно на военную силу и стремилась создать крупную армию. Главным соперником Пруссии в этом была Австрийская империя. Чтобы добиться выхода Австрии из Германского союза и таким образом стать самым сильным немецким государством, прусский король Вильгельм I стал усиленно готовиться к войне. Для этого требовали значительные средства. Своё требование Вильгельм вынес на заседание парламента. Депутаты парламента отказались утвердить военные кредиты. Планировалась милитаризация экономики. Тотальная мобилизация экономических ресурсов для наращивания военной мощи в ущерб иным гражданским отраслям. Чтобы усилить свои позиции в парламенте, в сентябре 1862 года король назначил на пост премьер-министра крупного померанского помещика Отто фон Бисмарка, который стал почти неограниченным хозяином Пруссии. Король Вильгельм полностью выполнял его волю. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Став канцлером, в 1862 году Отто фон Бисмарк обещал кровью и железом объединить немецкие земли. Как вы понимаете смысл данного выражения? Важным шагом на пути к объединению Германии стали войны Пруссии с Данией и Австрией. В 1864 году Пруссия в союзе с Австрией разгромила Данию. 30 октября в Вене между ними был подписан мирный договор. Дания отказалась от своих притязаний на германские герцогства. В 1866 году Пруссия спровоцировала войну против своего недавнего союзника Австрии. Австрийская империя вынуждена была заключить с Пруссией мирный договор, подписанный в Праге в августе 1866 года. По его условиям Германский союз распускался, а Австрия отказывалась от претензий на гегемонию в Германии. Стремясь предотвратить объединение германских государств, Франция первой объявила войну Пруссии. Поставьте видео на паузу, перенесите в тетрадь и заполните сравнительную таблицу процесса объединения Германии и Италии. После поражения Франции в войне 18 января 1871 года в Версале Бисмарк и Вильгельм I объявили о создании Германской империи. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Рассмотрите картину, что вы видите на ней, что вам слышится, как вы думаете, кто эти люди, почему среди них так много военных, кто главный среди них, почему вы так решили, почему Вильгельм I был провозглашен императором Германии в зеркальном зале Версальского дворца. 16 апреля 1871 года была принята Конституция Германской империи, в состав которой вошли 22 монархи. Из них 4 королевства, 11 великих герцогств, 7 княжеств и 3 вольных города. Конституция определила состав, полномочия общеимперских органов власти и управления, установила единое для всех подданных право заниматься ремеслом, право доступа к общественным должностям, приобретение недвижимости, гражданской правоспособности. Конституция Германской империи 1871 года наделила императора огромными полномочиями. Король Пруссии одновременно являлся императором Германии, высшим носителем верховной власти. Император назначал канцлера, высших офицеров, был главнокомандующим вооруженными силами. Ему принадлежали огромные права в области внешней политики. Он мог предлагать законы, согласие Бундесрата он мог объявить войну. Канцлер назначал министров и председательствовал на заседаниях Бундесрата, руководил его деятельностью. Его голос был решающим на заседаниях Бундесрата при равенстве голосов его членов. Парламент состоял из двух палат – верхней и нижней. Верхняя палата Бундесрат занимала второе место по объему политических полномочий после Кайзера. Этот орган имел законодательные и административные полномочия. Бундесрат был органом представительства государств в лице министров или уполномоченных, вошедших в состав империи. Нижняя палата, Рейстаг, избиралась путем свободных выборов, тайным голосованием из числа подданных мужского пола, достигших 25-летнего возраста, исключая военных. Рейстаг имел право предлагать законы и направленные к нему петиции передавать Союзному Совету и имперскому канцлеру. В полномочия Рейстага входило утверждение бюджета. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос. Можно ли считать германскую империю абсолютной монархией? И почему? После объединения экономическое развитие Германии значительно ускорилось. В 80-х годах завершился промышленный переворот, начавшийся в 40-х годах XIX века. Производство промышленной продукции с 1870 по 1913 год увеличилось в 6 раз. Германия стала второй после США индустриальной державой мира. В это время увеличилось число крупных предприятий. Возникли мощные монополии. Главным образом картели и синдикаты. Например, заводы пушечного короля Круппа занимали господствующие позиции в военной промышленности. Рейнско-Вестфальский угольный синдикат контролировал половину добычи каменного угля. Поставьте видео на паузу, используя интернет-ресурсы и дополнительные источники. Найдите информацию о крупных промышленниках Германии и их предприятиях. Первым императором был прусский король Вильгельм I, но главную роль в государственных делах по-прежнему играл Бисмарк, ставший имперским канцлером. Основной целью его политики было укрепление позиции Пруссии в Германской империи. В то же время канцлер понимал, что нельзя было не считаться с крупной буржуазией, которая приобретала все большее значение в экономической и политической жизни страны. Поставьте видео на паузу, рассмотрите карикатуру и ответьте на вопросы. Чьи интересы защищало германское государство, когда Отофон Бисмарк был канцлером? Чью пользу распределялась государственная казна? Бисмарк крайне нетерпимо относился к любой оппозиции. Он преследовал буржуазных лидеров и католическое духовенство, которые выражали недовольство господством прусских крупных землевладельцев в государственном аппарате. Но особую тревогу у него вызывали социалисты. В 60-х годах возникли первые рабочие партии. В 1875 году они объединились в социалистическую рабочую партию, которая позже стала называться Салдемократической партией Германии. Ее возглавляли видные представители социалистического движения Август Бебель и Вильгельм Липнихт. Программа СДПГ провозгласила главной задачей германского пролетариата борьбу за социализм. Воспользовавшись покушением террористов на жизнь императора, в 1878 году Бисмарк провел закон против социалистов, который действовал до 1890 года. На основании этого закона запрещались социалистические организации и газеты. Поставьте видео на паузу. Сформулируйте причины появления рабочего и социал-демократического движения в Германии. Какие цели ставила перед собой СДПГ? В 70-80-х годах XIX века Германия укрепляла свои позиции в Европе и принимала активное участие в разделе мира. Колониальным захватом Германия приступила позже Англии и Франции. В 1884 году была основана ее первая колония в Африке, получившая название Германская Юго-Западная Африка. Бисмарк стремился предотвратить создание антигерманских союзов и не допустить сближения России с Францией или Англией. Но со своей стороны он заключил союзный договор с Австро-Венгрией и Италией, получившего название Тройственного союза. В противовес которому была создана Антанта, куда вошли Франция, Россия и Великобритания. Усиление противоречий между этими двумя блоками в конце концов привело к Первой мировой войне. Подведем итоги. В 1871 году создана Германская империя – единое централизованное государство. Первым германским императором стал король Пруссии Вильгельм I. По своему государственному устройству Германия стала конституционной монархией, сильной императорской властью и руководящей ролью Пруссии. В 80-е годы XIX столетия в Германии завершился промышленный переворот. К началу XX века она стала второй после США индустриальной державой мира. Внутреннюю и внешнюю политику Германии определял Отофон Бисмарк. В 80-е годы в Германии зародилось рабочее и социалистическое движение. Возникла Социал-демократическая партия Германии. Принято рабочее законодательство и антисоциалистические законы. Германия приступила к захвату колоний и создала военно-политический союз против Франции, Великобритании и России. Выполните задание. Прочтите параграф 7 учебного пособия. Ответьте на вопросы на странице 46. По желанию составьте ГЕКС по одной из войн Германии второй половины XIX века по выбору. Выполните тест для самопроверки. Продолжение следует...